Думаю, да, конечно. ПДФ мы с вами не сможем делать, то есть они будут без анимации, они будут очень простые. И нам можно понять, но это не нужно. Я передам эту информацию коллегам. Да, да. Андрей, можно еще все-таки, если формула, если ты, конечно, как картинка просто... Вы можете встать. Главное, чтобы она была на черном фоне. Можно из вашего редактора какого-то взять? Без белой подложки. Да, без белой, наоборот. Либо же она на прозрачном фоне, либо же, если там нельзя выбрать фон прозрачный, мы просто делаем черный фон. Это делается для чего? Чтобы вырезался фон, и ощущение было, что это вот у вас там рядом. Вы можете пальцем... Будет видно, что куда вы... Вы даже, да, когда вы будете рассказывать, вы можете, давайте, пальчиком даже показывать. То есть это, в принципе, ваша рука, она будет видна. Мы это делаем на прозрачке. Вы не имеете в виду объекции, да? Как вы вот эти инструкции вы анимируете, они как-то всплывают, да? Конечно. Вот именно поэтому нам нужен PowerPoint, потому что эта доска работает именно с PowerPoint. В PDF все очень просто. Поэтому прошу вас всех делать все-таки, переходить на PowerPoint, работая в нашей студии. Да. Еще по поводу черного фона и формул. Главное, чтобы все читалось на черном фоне. То есть формулы должны быть, получается, белым шрифтом. Вот таким вот желтым шрифтом. Как я показывала, голубой, яркий какой-то, светлый, может быть, шрифт. И тоже касается и всех схем, и всех фотографий, которые будете помещать. Но если вы поместите какую-то очень темную черную фотографию, в ней просто не будет смысла, потому что она черная на черном не будет смотреться. Это то же самое, как вот мы показывали ролик. Черный, темно-синий костюм тоже как бы... Съелся. Съелся очень. Вот. Поэтому всегда держите в уме, что вы снимаетесь на черном фоне. И поэтому никаких ни презентаций, ни на вас черного пиджака лучше вот этого не делать. Потому что вы будете просто как плавающей головой в кадре. Вот. Что я говорила? По поводу текста. Вот видите, тут пункты. Автор рассказывает. У нее она сказала название, а потом у нее пошли подпункты. То есть это пункты одного как бы списка. Вы этот список, допустим, у вас там шесть пунктов, вы разбиваете на шесть слайдов. То есть один пункт, один слайд. Потому что если мы выведем сразу все шесть пунктов, это будет очень долго в кадре стоять. Потому что вы шесть пунктов не можете там рассказать за пять секунд правильно, каких-то крупных. Вот. Поэтому мы разбиваем. И потом... И последний слайд будет. Это все вместе. Вот. Все. Все эти пункты вместе у нас. Не самый последний слайд презентации. Вот именно вот у вас какой-то идет список. Один, два, три. Вы поочередно. Пункт один, пункт два, пункт три. А потом как итог. И мы с вами сейчас только что обсудили вот эти три темы. А можно и до и после? Да можно, да можно. Почему можно? Начинаете с этноли всегда начинаются. Не вопросто. Начинаете так тоже можно. Только не держите долго. Сразу же. Показали и пошли. Первый пункт, второй. А теперь подробнее. По первому и второму. У нас вот здесь слайд, вы говорите, сейчас мы рассмотрим такое-то, такое-то. И дальше пошли. И у вас первый пункт, и вы про него рассказываете. Второй пункт, и вы про него рассказываете. Да, и вы листаете сами. У нас динамика в кадре. Это пункт уже без заголовка. Да. То есть слайд спон уже без заголовка. Да, да, да. В конце можно показать еще раз, а можно и не показывать наверху. Вы смотрите сами. Как решите, если вам надо, чтобы студенты еще раз погрузились, вы это увидели, значит делаем. Красный квадратик, это там где вы все расскажете. Расскажи, расскажи. Мы не сами делаем фон будет? Фона нет. Вообще ни у кого не будет, да? Черный фон. Это такие правила? Да. Просто, нет, правил таких нету. Просто мы на самом деле поэкспериментировали, и наиболее интересно на этой доске и выигрышно. Это, конечно, на черном фоне. У меня только в правой доске, а только в черном фоне. Мы думали, а куда-то логотипы, еще что-то. Это постпродакшен. Это постпродакшен. Потом мы вставим в уголочек, все, конечно. Это либо левый нижний угол, либо правый верхний угол. Это постпродакшен. Это постпродакшен. Конечно, да, он будет. Он будет и в начале в заставке, и в конце в заставке, и в названии курса. УДМ. Везде по трудам. Обратите внимание на красный квадрат. Это я выделила место, где будете помещены вы. В тот момент. Да, в тот момент, когда будет вот этот слайд. Это нужно для того, чтобы, когда у вас очень много информации, или у вас очень какая-то громоздкая схема, которую надо показать, там очень много информации. Тогда мы делаем вот такой план. Мы вас делаем меньше на экране, а ваш наглядный материал больше. Но в основном у нас... Могу примеры показать. Да, сейчас мы покажем. Вот Вика расскажет, и мы покажем пример сейчас. Опять же накурбатывает. Он подвиснет. Сейчас здесь, там что-то здесь. Да, он тормозит. Бедный. Вот каждый клик – это анимашка. Без нее очень смешно. А здесь у вас будет меньше информации, но вы будете больше в кадре. Покажи. Там есть у нас. То есть, две категории слайда, что ли? Сейчас расскажем. Да, две категории слайда, два типа слайда и два типа кадра. Сейчас вам... Там будет больше кадров. Сейчас Стас вам покажет, как пример. А выбирать это мы можем мы бы сами. Нет, нет, режиссер нет. Станислав, он не законит. Вот смотрим сейчас. А Грилтик? Сейчас. Сейчас. Ну, может, Игорь запустит от себя? Нет, так-то. Тогда какой формат слайд будет должен? Сейчас. Сейчас. Сейчас вы померите. Содержательное счастье. Со отношения сторон. Сейчас расскажем. Подратный. Нет, сейчас расскажем. Вот смотрите, в начале. Это начинается с среднего плана. Всегда начинаем со среднего плана. С этого плана всегда. Здравствуйте. Привет. Она меньше. Идет лекция. Ну, это листай. Да, листай, листай быстрее, да. Вот тут вообще. Рассказывай. Да. Рассказывай. Слушай, надо. Если есть апсо, пустите, локация. Вот смотри, что я говорю. Насколько мы лектора сделали меньше, чтобы вот эту схему показать больше. Вот опять же, если у вас какие-то там здоровенные-здоровенные схемы, мы будем, опять же, в пределах разумного, вот, да, мы делаем вот такой кадр. Формат соотношения сторон. Как выглядит, вот, расскажите, как нужно сделать слайд? Какой он подкладывает? Вика, был вопрос, как выглядит слайд соотношения сторон. Я пытаюсь показать, но компьютер очень сопротивляется. вот где красный квадрат, вот в этом, как раз-таки, где у нас анагировано. Выходим, с Тимс, и пусть приходят сюда. Слайд. Я не могу вам сейчас, к сожалению, показать, потому что компьютер просто не обезжает. У нас же будет, я думаю, шаблон будет, там сориентируемся, да? Правильно я понимаю? Шаблон будет. Будет, конечно. С пропорциями будет шаблон, Вика? Просто это не корба, а это... Сколько же шаблонов? Иди сюда. Иди оттуда. Сейчас, секунду. Сколько вариантов дизайна слайдов? Да, смотрите, на самом деле дизайна слайдов не так много. Вот, вы должны знать, что у вас будет крупный план без начала, конец, всегда лучше говорить на крупном плане, да, когда вы здороваетесь, ну, как мы все. Потом у вас появляется либо общий план, и пошли, о чем мы будем сегодня говорить, пошли мелькания, да, о чем мы будем говорить, и в конце опять, может быть, этот же план, этот слайд. И вот когда вы показываете, после того, как вы уже рассказали свое, по пунктам все рассказали, у вас всегда будет вот этот слайд, который вот Вика показала, вот такой, у вас будет шаблон вот этот. И вот здесь вы делаете только вот так. Вот сюда вы не заходите. Это самый крупный вариант, да? Самый крупный вариант. Да, да, когда самый большой слайд, он вот такой. У меня большая формула, я должна курсором, например, показать какие-то элементы этой формулы. Возможно, это будет? Так, курсором, курсором, это если только на... Да. На кликере? На кликере есть. Курсором и руками там... Вы можете, да, рукой показать, да? А рукой куда я буду показывать? Ну, сейчас, я предлагаю сейчас, после того, как мы закончим, большой-большой компанией спустимся вниз, и мы покажем это. Ну, мы идем. Ну, мы идем. Ну, можно мы покупать, да-ка. Не-не-не, ну, просто можем частями. Просто вам, конечно, нужно увидеть, как это работает. Кто-то вот у нас коллеги видели, и им понятно, они не задают вопрос. Да, конечно, конечно. Вика, поехали. Вот, задавали вопрос, как это выглядит на презентации. Вот такой слайд. Это у вас, получается, два типа слайдов. Это один из типов слайдов, где у вас должно быть много информации, вам нужно поместить. Вот вы используете такой слайд, и вы у себя в голове думаете, что вот где красный квадрат, там будете вы. Поэтому за красный квадрат презентация не должна, как бы, вылезать. А сверху квадрата можно? Нет. Сверху? Ну, лучше нежелательно. Над вашей головой же будет. Ну, если выхода нет, то можно. Этот квадрат будет обозначен на шаблоне? На шаблоне, да. Вот у вас будет такой шаблон, он будет выглядеть так. Вот с таким фоном. Потом красный квадрат мы здесь не убираем, будет просто черный фон. Просто для вас. Сколько всего шаблона? Шаблона, в принципе, сколько шаблонов у нас? С 16,9, да, и вот этот. Этот мы делаем тоже на 16,9? Да, 16,9 ориентация у вас должна быть. Так же, как и, грубо говоря, по размеру экрана. Можете... То есть, два вида пока мы увидим, да? Наверное, так. Поставь, может, балетус на косметую дамышку. Значит, крупный план, да. Что у вас еще может быть? Вот кроме этих планов. Вы можете... У нас есть планшет. Если вы хотите поработать с планшетом, то есть вы можете свою схему завести туда и пальчиком, да, вот вы говорите, курсором, а вы можете пальчиком или, или там, да, стилсом можете просто показывать. И это тоже будет сразу показано, то есть это будет выделяться. Это надо посмотреть в жизни. Мы сейчас вас туда приведем, я просто хочу, чтобы вы знали варианты. Значит, первое, вы можете в кадре быть, вы можете с презентацией быть, вы можете звонить кому угодно, да, вы можете по видеосвязи соединиться. Если вам нужно это, да, вы можете сказать, а вот давайте у тех же студентов вы можете, а вот интересно, мои студенты, да, а знают они или нет? Давайте попробуем соединиться. Звонить, ну, понятно, это должны быть... Промо-ролик, правильно, я понимаю, имеет смысл ставить? Куда хотите. Пожалуйста, если вы считаете, что это сыграет, нам нужно с вами, чтобы динамика была в лекциях, делайте. И третье, да, аудио, мы можем с вами аудио писать. Если вы считаете, что вот здесь мы, допустим, аудио подключили по телефону, но совершенно не обязательно вы можете, мы можем отдельными файлами писать аудио, правда, это в видео не будет, они просто будут лежать, и вы в видео можете сказать, что более подробно вы можете послушать аудиозапись о том, как вот происходит то или иное, если вам нужно это записать. Да, и последнее, что вы можете сделать, значит, этот самый, на планшете, звонок... Писать на другое. Писать на доске, вот. Самое важное, да, это... Это прозрачная доска, точно, да, 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 это прозрачная доска, на которой вы... И я очень прошу вас, пожалуйста, в каждой лекции как минимум два раза пишите на доске. Лекция у нас с вами от трех минут до восьми минут. Коронометраж. Потому что так требует, требует курсера, требует, считается, что студенты больше, вы просто их делаете один, два, три, четыре, но, к сожалению, мало того, вы начинаете эту лекцию с того, что сегодня мы с вами поговорим на тему, да, и мы говорим, и заканчиваете эту восьмиминутную лекцию. Итак, мы с вами сегодня проговорили на тему такую, такую, такую. Я понимаю, для меня тоже это абсурд. Это требование площадок. Нас уже возвращали из курсера, возвращали, когда мы там это... Нет, не разрешают. Максимум, в принципе, десять минут максимум. Ну, а Паша говорит восемь минут. Ну, я думаю, что если десять минут будет, ничего страшного не будет, но максимум десять. Сколько таких вот восьмиминутных роликов мы в лекции должны вписать, есть ли какие-то пожелания? Да, смотрите, вам же рассылали это, да, Эстебан рассылал вам, или там, Долгова, о том, что у нас с вами должно быть десять целых восемь десятых процентов от общего... Это видео. Вот десять целых восемьдесят от общего количества лекций, да, от общего хронометража. А что скажу? Сейчас скажу по зачетному. Да, Паша, быстрее говори. Я восемь минут могу. Паша, не, я сейчас занятую. У вас там будут, вы можете тексты класть, это же тоже дистанционное образование, вы кладете тексты, вы кладете материал, вот как у нас, например, МОКИ, да, МОКИ мы делаем, у нас то же самое, МОКИ 36 часов, туда обязательно кладется текстовый слой, текстовый материал, а видео, это не то, что ваши студенты будут учиться в видео, кладется то, что их завлечет, увлечет. А так они должны самостоятельно учиться. То есть это просто получается типа реклама, да? Ну нет, это все-таки наиболее интересно, да. Типа, ну хотя, как вам сказать, десять процентов от общего количества, это все-таки не анонс, это все-таки много. Вот, если кому-то нужно больше, вот по вашему предмету вдруг нужно больше, значит тогда пишется письмо, пишется письмо долговой, да, о том, что вот, извините, но по моему предмету надо вот столько-то. И это уже коллегиально просто решается так, вообще, ну как бы вот 10,8, почему 8, не знаю, не 11%, а именно 10,8% от общего, значит по единицам, да. Мы считали с Курбатовой, три зачетные единицы, 10 часов. 10 часов введем. Ну то есть мы ориентируемся на зачетные единицы. Да, но если вам так удобнее. Вот мы считали, когда. А зачетные единицы, 10%? Да. Да, что такое, 10% от чего? Ну, а зачетные единицы, она же все-таки тоже имеет количество часов. Академически. Ну вот она говорила, что у нее три зачетные единицы, то ли 108, то ли 108, по-моему, от 108, да, 10 процентов, да, это как раз вот 10, 10-11 часов, это то, что... В формате МОК мы пишем, это вот сколько? МОК? МОК? МОК. МОК. МОК, да. Значит, в формате МОК. Насколько времени надо здесь. Сейчас скажу, а кто у нас здесь МОК, который пять, который 300 минут кто-нибудь есть? Или здесь все МОКи, которые, которые 150 минут? Так, сейчас вы... Какой МОК у вас, как называется? МОК, я там, нанофизика. Значит, в принципе, буду говорить по тем мокам, которые все-таки здесь у нас не указаны, моки 150 минут, это ваш мок, видео на 150 минут. Если мы говорим о тех моках, которые идут на Курсеру, но о них отдельно предупреждают сразу, когда мы знаем, заранее ректор выделяет те моки, которые идут на серьезные площадки, там 300 минут, остальные моки по 150 минут идут. Можно оточнить, вы говорите, 10 часов, это получается 80 видеороликов по 8-10 минут? Даже больше. 10 астрономических или академических? Астрономических. Нет, стоп, академических, потому что у нас же 109 с вами академических часов, вот, академических часов. 8-8 академических. Вот у нас лекции пишутся, моки пишутся там и по 97 видеокусочков, да? Да, 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 кусочков будет много, но это в принципе хорошо, потому что наши ленивые студенты, они, посмотрев один, могут пойти потом там кофейку попить, сходить куда-то, второй посмотрят, то есть мы все равно большими кусками их не грузим, но это условия едекса и курсеры тоже. Поэтому я говорю, давайте все-таки договоримся, 10 минут максимум, все, больше мы за 10 минут не выходим. Ну вы и сами почувствуете просто, что 10 минут вы уже будете выжать. И туда входит начало и конец, да. Вы не воспринимаете видео лекцию, вот эту, как вот именно урок, что я должен, как я помещу вот это все туда. Это должна быть краткая такая выжимка, да? Что вот, они еще дальше... Конечно, вы можете сказать, что коллеги нам, уважаемые студенты, там лежит материал, я надеюсь, вы не ограничитесь только нашими лекциями, пожалуйста, прочитайте, вы говорите им это, потому что текстового материала будет очень много. Дистанционная работа, это не только мы им рассказываем, а это то, что они сами изучают. Поэтому... Зачет такие единицы, например, предметы, там 1 зачет, ну там 1, 36 часов это лекция, а самое это практическое. Практически тоже записываем, мне это все-таки лекция. Значит, я еще раз говорю, если вы понимаете, что вам необходимо, вот вам необходимо практически записывать, они необходимы для учебного процесса. Значит, пишите бумагу на имя долгового и говорите, ну, нам вот это вот, нам мало. То есть я сейчас говорю о том в среднем. Если кому-то крайне не хватает, значит, пишите бумагу, и это будет отдельно решаться. Мы, безусловно, за то, чтобы учебный процесс был хороший. Мы не за профанацию, тем более, я говорю, мы первые с вами выходим на цифровую магистратуру на таких площадках, как и на нас, мы будем примером. Мы снимали вот по химии, практически ездили, ну, в прошлом году, кажется, да? Да, в прошлом году. Ну, и, в принципе, если у вас курс подразумевает то, что вам там какие-то, не знаю, там, практические работы, которые нужно снять в поле, это даже это разнообразие. Это не то, что там, да, вот я говорю, 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 вот, один, два, три, четыре, пять, а вот я из них у меня поехал куда-то. Ну, а практички входят в это 10,8. Я говорю, если вам нужно больше, значит, просто отдельно обговаривайте это. Так, в принципе, это вот приблизительно так. Еще вопрос, можно? Обязательно, только в студию должен быть записан, да? Видеоконт... Лекции. А что вам удобнее? Со студентами нет, однозначно. Почему? Объясняю. Потому что со студентами это брак по звуку, брак по звуку вы будете как в бочку говорить, потому что у нас абсолютно профессиональная студия, в которой специальные материалы, которые не дадут звучать вашему голосу так, как он должен звучать. Поэтому лекции, конечно, записываем у нас. Если практички, которые... Практически мы выйдем к вам. Мы выйдем к вам. Просто отдаете нам, да. Вы перед тем, как вы выходите на запись, приносите нам четко, что у вас будет в видеолекциях, сколько. Вот прям приносите план, где написаны темы. И вот в этой теме, вот эта тема, просто видеолекция, название такое, 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 да? Вот это практически выездные, мы тогда поедем и будем снимать на выезде. Обсудить только нужно, да? Как это будет делать? Как мы там делаем? И вместе с вами решим, как мы это будем снимать. А процедура записи, вот вы про это скажете? Сейчас расскажем. Мы на вопрос, мы не пришли к записи, вот по поводу слайдов, презентации. То есть общая идея такая, что у нас у всех будут одинаковые по дизайну, по построению материала, презентации у любого курса. Да, да, совершенно верно. Но вы можете цвета менять, вы можете, там, ребята, они... Ну, цвета, наверное, не мы тогда уже тоже меняем, а уже... Цветы, почему? Может быть, цвет... Нет, цвета вы делаете сами. Если, допустим, вы хотите вместо этого желтого красный, да? Вы про это имеете в виду? То вы делаете просто красный, и я его потом, как бы, по дизайну немного исправлю, чтобы он читался. Но если вдруг... Если вдруг не читается, а будет читаться, мы будем проверить. То есть, в основном, в случае мне можете говорить, если у вас есть какие-то пожелания. Но в основном у нас вот такой шаблон утвержден. Поэтому... Если надо поместить картинку, ну вот не только формулу, а картинку... Вот, сейчас мы перейдем к авторскому праву. Это тоже такой элемент. Что? Он... Ну, я имею в виду требование к разрешению этих картинок. И еще как-то... Расскажи, пожалуйста, про иллюстрации, и теперь вернись туда. Ну, естественно, картинка должна читаться. То есть, если на ней есть какой-то текст, то он должен читаться. Если его нужно, чтобы он был виден. Потому что, да, авторы присылают схемы, а я даже прочитать их не могу. Они настолько пикселизированы, вот пиксели, просто квадратики вот эти, что я сама не могу прочитать вообще, про что там речь. Такое, естественно, делать нельзя. Нужно качество получше, чтобы все элементы читались. Чтобы если там текст, он тоже читался. Вот. Если картинка есть в интернете, вы открыт. Вот, мы переходим к авторскому праву. Это самое сложное. Я еще раз резюмирую то, что я сейчас сказала по поводу шаблона. У вас должно быть мало текста. Вот пример такой. Вот примерно столько. Чуть больше, чуть меньше, плюс-минус. Ну, примерно вот столько. Если картинка, то одна картинка на одном слайде, две разрешаются, если, допустим, какое-то сравнение, или там еще что-то, что-то этого, ну, по типу этого. Больше двух точно или за три точно нет. И одна схема тоже на одном слайде. Вообще, любой графический элемент, схема, таблица, диаграмма, картинка, фотография, иллюстрация, одна только на одном слайде. Ни две, ни три, ни пять, ни десять. Вот. Кто-то умеет делать анимации, кто-то умеет из вас работать в PowerPoint и делать анимашки, анимации. Кто умеет, делайте, пожалуйста, сами. Кто не умеет, будут включаться ребята и будут, они и те-то будут просматривать. Ну, просто огромное количество, вы видите сами, да, просто безумное количество материала, чтобы мы все не закопались. Очень вас прошу, кто умеет работать с презентациями, с анимашками, делайте сами. Ребята потом будут просматривать. Кто не умеет, вы тогда пишите просто. Программа, это самое, презентация без анимации, а вы уже сами будете делать. Тогда вы присылаете мне вот эту презентацию, такую без анимации, мы сами делаем. Но если вам нужно, или вы там, у вас какая-то авторская анимация методически, там, допустим, иллюстрация ваша в PowerPoint и анимируется как-то по особенному, вы это тоже делаете, если вы это делаете сами. Вопросы еще есть по шаблону? Да. А видео уже тоже, да, вот это видео, которые анимируются? Не видео, а презентация анимируется. А, значит, вот давайте мы сейчас про видео, которое вы хотите показать. Сначала про авторское право, а потом нет, оно не анимируется, вы просто ставите, даете его на большой экран. На большой экран поставленный, Стас, вот у вас. Вы мне его приносите? Конечно. Оно будет вне презентации, получается. У вас видео будет отдельно, Стас, потом его, допустим, презентация завершается, и начинается ваше видео. А по поводу нельзя, то есть, допустим, на видео, что-то произойдет. Я сейчас после Вики, я немножко подведу небольшой игрок. Кто не дописал, пожалуйста, напишите, чтобы мы могли вам отправить презентацию. Вот это. На самом деле, просто если у вас же у всех есть кооперативная почта, да? Да, это мы через Эстебен, через Тоню Долгову. А где Эстебен? Я не вижу. Эстебен. А, не вижу. По авторскому праву. Вы можете использовать авторские свои какие-то материалы, иллюстрации, фотографии, сделанные лично вами. Вы можете использовать... Коллеги, очень важное по авторскому праву. Материалы из открытых источников. Это, например, вот эти вот сайты Pixabay, Unsplash, Pexels. Там можно бесплатно скачать изображения, какие-то рисунки, которые вы можете там найти. Можете ставить в этот курс. Также еще можно брать материалы из Википедии, но под вот этой рецензией паблик-домей. Это интересное достояние. Только с такой лицензией. Ее можно посмотреть вот здесь. Вот видите, она там будет в углу. Только с такой. Если будет другая лицензия, там Creative Commons, там 4.0, там 2.5. Это все нельзя. Только паблик-домейн, только общественное достояние. Также еще у нас есть фотобанк Photogenica. Вот сайт photogenica.ru. Оттуда вы тоже можете брать изображение. Но если вы хотите оттуда взять изображение, вам нужно посмотреть, что вы хотите оттуда взять конкретно и связаться со мной, и я это для вас скачаю. Потому что он платный, доступ есть только у нас. Поэтому вы сами не сможете скачать без доступа. Просто определяйте. Найти сможете, да? Да, найти вы сможете. То есть... Беремовую. Вот этот материал вы там разошлете? Разошлете. Да, конечно. Тут больше материала. Я это просто сейчас не буду все проговаривать. Его тут много. Вы прочитаете. В любом случае сейчас, возможно, все не запомните. Все, что я сейчас говорю, это все есть вот здесь. Вы можете это прочитать еще раз. Откуда нельзя брать? Вообще нельзя брать из интернета просто. То есть вы открываете там Яндекс.Картинки или какой-то там сайт, допустим, какой-то научная статья где-то, оттуда брать нельзя. Это все как бы подлежит авторскому праву. Это чата-собственность. С неподтвержденной лицензией, естественно, тоже нельзя. И, ну, запрещенный заказательный РФ тоже нельзя, но я думаю, вы не будете ничего такого брать. То, что запрещено законодательством. Коллеги, по авторскому праву отвечает университет и автор. Поэтому очень аккуратно с авторским правом, потому что сейчас раньше все это проскакивало, а сейчас начинаются суды. Если это ваши авторские материалы, фотографии или иллюстрации, то да, можно. Подскажите, вы когда публиковались, подписывали ли договор о том, что вы передаете авторское право? Ну вот смотрите, если там был договор, тогда нет. Однозначно это уже не ваше собственность. Надо смотреть в редакции, сохранить, иногда журнал разрешает использовать свои материалы, статьи там в других, конечно. Я просто к чему, чтобы потом университет не получил проблемы. Не только университет, но и автор. Да, мы все с вами сразу ложимся под нож. Вы хотите, мы можем просто взять вот эту. Ты все рассказала. Значит, вот приходим на запись в светлом, пудровая, никакой клетка же тоже у тебя не стробить будет, да? Ну, в 23-е. Вот по одежде в чем нужно сниматься? Расскажи, пожалуйста, вот ты. Стас, в 23-е вот с этой доской будет работать с вами. Все кроме черного. Станислав, расскажи про вас. Все кроме черного и темно-синего. Темно-синего и мелких элементов клетки, горошка. А вот так нужно? Замечательно, думаю, да. Голубой цвет вообще великолепно смотрится. Там прям голубой. Мы сейчас пойдем практически еще посмотрим, вы сами увидите. Обязательно мейк, обязательно, обязательно. Даже мужчины, поскольку там жарко, софиты, мы с вами начинаем потеть и блестеть. А это самое отвратительное, когда мы начинаем бликовать. Поэтому, если мужчины, то берем приблизительно нашего цвета пудрочку у супруги и этой пудрочкой. Либо есть еще матовые салфеточки тоже можно купить. Они, в принципе, очень и для жизни пригодятся. 60 рублей стоит, подружки зашли, да. Ну, это оператору видно, когда пора применять? Подскажет нам или нет? Оператору, вы себя сами будете видеть. Оператор, у него такое количество всего, что он, конечно, увидит. Но он может увидеть тогда, когда уже потечет все. Поэтому вы же сами чувствуете жарко. Все, я чувствую, что мне жарко. Вы даже можете сказать стоп, договорив свою фразу, сказать стоп, пойти попудриться и опять в кадр. То есть женщины, конечно, с мейкапом, с хорошими, с хорошо вложенными волосиками, по одежде мы всегда просим, если вы пишетесь у нас, то мы просим одежду не приходить в этой одежде, а приносить ее. Потому что, как бы мы с вами аккуратно не носили, вот заламывается, жарко, и в кадре появляется неаккуратность. Поэтому на плечиках приносим, отписались, оставили. Потом, когда все запишите, заберете. Обувь удобная, поскольку мы не будем вас видеть в рост. Поэтому можно хоть кроссовки, если вам вот в чем удобно, в том и будьте. Хоть босиком, совершенно все равно. Главное, чтобы вам было комфортно, потому что стоять придется стоя, стоять придется много. Да, и вернемся к тому, что, значит, в каждой лекции, я вас прошу, в каждой лекции два обязательно раза вы пишете на доске. Хоть рисуете, хоть пишете. В каждой лекции попробуйте использовать планшет. Я имею в виду, в котором у вас есть схема, которую вы можете прям показать пальчиком. Сейчас, Стас, посмотрит. Чтобы у нас не была сплошная говорящая голова, от чего и Должикова, и Ястребов просто приходят в ярость. Поэтому они и купили эту дорогую доску, что тут очень много модификаций, которые можно делать. Вот, если надо кому-то позвонить тоже. Если надо, в принципе, вот кто-то сказал, вы говорили, видео. Видео же тоже они могут посмотреть через планшет? Да, без проблем. В принципе, вас научит Стас, когда он вам даст планшет, а вы на планшете сами найдете, включите видео, и оно будет показываться, а вы можете тут же комментировать его. Вы можете говорить, вот, посмотрите, а вот это. То есть вы можете... В этом эта доска, конечно, просто идеальна. Но на доске не обязательно писать, а можно просто показывать. Хочется и писать тоже. Показывать вы будете на презентации. Да, она тоже будет, вы будете показывать, но хочется, чтобы все-таки еще что-то писали или рисовали. А доска-то она не будет входит в презентацию? Нет, сейчас мы покажем. Я думаю, что вам бы пригодилась доска. Почему? Потому что в начале и в конце каждого видеоролика мы должны будем нашим студентам сказать, о чем пойдет речь в этой лекции, и в конце подвести итог. Мы поговорили об этом. Начало и конец. Вы можете писать. Первое. Итак, мы об этом поговорим. Поговорим сегодня о квантовой механике. Какой делали, да. Просто это добавит динамики. Так же делаем, как видео, как записываем, потом монтируем. Нет, это уже сразу в режиме. Это сразу будет, да, да, да. Мы ничего не монтируем. Мы монтируем только если у вас затыки. Ну, оговорки, еще что-то. Вот тогда, когда у нас с вами оговорка. Я чувствую, что я не то сказал. Вы договариваете, потом говорите, стоп, Стас, я, кажется, ошибся. И заново с фразой начинаете говорить. Потом на монтаже Стас, конечно, это вырежет. Но постарайтесь делать так. Мы записывали заранее. Мы записывали. Да, мы писали заранее. Теперь вы можете при помощи определенного софта в режиме реального времени выводить. Вы будете видеть. И зритель уже сразу же будет не на монтаже. Будет видеть экран. У вас будет ноутбук. Будь-то это планшет. Или нутбук. И все, пожалуйста. Вы сразу делайте. Говорите, давайте сейчас перейдем сюда. Перешли. Так, что мы видим? Не стесняйтесь живости. Не нужно, чтобы лекции ваши были сухими. Обращайтесь к слушателю. Давайте перейдем туда. Давайте вот это сделаем. Давайте, может быть, как-то вот так. И даже если вы оговорились, тоже ничего страшного нет. Вы всегда можете сказать так. Не так, а так. То есть вы даже замечали наверняка, и телеведущие, которые нас говорили, поправляются в эфире. Совершенно не обязательно. Мы же с вами нормальные люди. Мы не роботы. Мы тоже имеем право ошибаться. Поэтому совершенно спокойно, секунду, говорите то, что ну как бы ошиблась, все-таки это звучит вот так. И как раз студентам больше нравится, когда мы ошибаемся, чем когда мы с вами это, бронзовевшие. Слушай. По поводу, слава такое, если 10 часов записи, то сколько дней нужно на эти 10 часов записи? Стас, скажи приблизительно уже по опыту, сколько сейчас записи, сколько ты записываешь? Ну да, она уже умеет. Нет, ты, пожалуйста, это, мы только начинали. В принципе, я так думаю, что, наверное... А чистого времени? Конечно. Ну то, релтайм идет, если мы готовы сразу 10 часов записать. Да, да, то есть смотрите, вы не профессионали, естественно. Я думаю, что мы будем давать вам на эти 10 часов 5 дней. Вот у вас как раз по 2 часа, вы спокойно запишите все эти 5 дней. За 5 дней. Я вообще, мне сейчас, конечно, не помню, ту ли инженерную, кто-то прислал какая-то магистратура, где они уже мне прям... Ну, господин Иван. А, да, Хали, да, да, Ивана, по его. Значит, они прям четко мне уже написали, один раз в месяц. Можно на это пойти, но и вы будете другими. И это неправильно, потому что, когда мы с вами погружаемся в свою цифру, да, в свою тему, мы уже в ней существуем лучше за неделю. То есть возьмите эту неделю себе, да, во-первых, вам придется, я говорю, тут и мейки делать, и все время за собой. Вот неделя. Не надо, не советую делать это раз в месяц, да, потому что это хуже будет для вас, вам тяжелее будет, нам будет тяжелее, мы вас можем потерять в большом количестве видео и вместо вас поставить там кого-то, и дай бог. Вот, поэтому правильнее, вот есть у вас это, да, то есть мы, получается, 2-3 часа пишем за один день. Ирина, не понял, тогда, наверное, надо рассказать по срокам, и за то, что вы свои презентации готовы уже в готовом виде на черном фоне. Когда мы уже назначили дату. Да, вы назначили дату, вы знаете, когда у вас день съемки. Получается, у вас должны быть в момент записи готовые презентации, они там на постмонтаже, после записи никак не будут изменяться, монтироваться. Вот вы в реальном времени их сразу просматривать, прокликиваете, они все сразу записываются в видео, и ничего не склеивается. Презентация потом не склеивается с видео. Поэтому Стасу нужно будет за 3 дня сдать презентации. Запись. Вот вы планируете завтра, на неделе писать. Чтобы что? За 3 дня вы... Зачем это нужно? Вот все эти активности, которые... Звонки, компьютер, ну там, планшет, использование планшета, захват экрана с компьютера. Все это обусловлено как-то технически. Все это сводится снова-таки на эту доску, где все это... Мы сразу же имитируем запись кромового эфира на телекомпании. То есть все это мы сейчас отпишем, дальше этого мы уже никак не изменим. Либо мы это заново переписываем, все с нуля, ну, то есть сначала. Для чего нужно все это не заранее? Чтобы я знал, и вы мне подсказывали, здесь я хочу, допустим, то-то, здесь мне нужен компьютер, здесь мне нужен планшет, здесь я планирую писать, допустим. Если нужен компьютер, мне нужно организовать это. То есть вы придете своим софтом, вот как я понимаю, Иван к нам придет, там будет захват его экрана, там 3D моделирование. Мне нужно установить софт, подключить его компьютер к доске, к этой, и чтобы создать сцену под это. Ну, то есть там есть своя специфика подготовки к этому. Вот именно нужен компьютер, мне отдельную сцену для этого делать, чтобы на том моменте, когда вы дойдете до этого компьютера, я перешел на эту сцену, и там уже все готово, плавненько, плавный переход, все, отсняли, пошли дальше. Так же со звонками, с планшетами, все это делается заранее, все заранее предупреждается, обговаривается, чтобы и вам это было быстро, чтобы мы быстро отработали, пошли дальше. А не один день мы только снимали, как мы захватываем там экран, вы только мне это передали, я только разобрался, потому что я тоже могу ошибиться. Ну, то есть вот режиссерский сценарий, как таковой, да, это уже делает Стас, после того, как вы ему рассказали, как вы видите, и прислали презентацию, дальше он берет презентацию, смотри, так, здесь крупный план, здесь средний, здесь туда, то есть он по вашей презентации уже выстраивает режиссерский сценарий, чтобы, когда вы будете уже в записи, он совершенно спокойно по слоям включал именно те локации, которые нужны, которые вам нужны, которые вы запланировали. Коллеги, давайте, наверное, сейчас запишем наши телефоны все, да, потому что, а ты пойди включись, ты же знаешь телефон, Стаса, конечно, запишите, пожалуйста, самое главное, контакты Вики, Виктория Познеева, вы в корпоративной почте ее увидите, Познеева Виктория Александровна. Меня можно найти в корпоративной почте по этому и мой номер телефона 8-918-855-3391. Стас, еще раз, 8-918-855-3391. Бознеева Виктория Александровна. Стас, Крабцов, Станислав. Сейчас я скажу отчество. Номер Станислава записывайте, пожалуйста. 8-929-960-65-51. А отчество его, сейчас, Валерьевич, Крабцов, Станислав, Валерьевич. Вот это люди, с которыми нужно будет за неделю до того, как вы уходите на запись, прямо... А, повтори, пожалуйста. Нужно будет прямо постоянно на связи быть, чтобы вы пришли уже на записи. Мы вас не подвели, вы нас не подвели, чтобы... 929-960-65-51. 960-65-51. Ой, я думаю... Ну, да, все-таки это по цифре, по... Я, Вакуловская, Ирина Николаевна, меня всегда найдете тоже по... Ну, и мой телефон запишите. Если что-то вот надо... Кому-то надо больше числов, да, записать. Кому-то практикам, мне лучше пишите. 8-926-227. Да у Еви есть. 0-0-0-1. 2-2-7. Меня зовут Ирина Николаевна Вакуловская. Тоже по корпоративке можно писать. Ну, или прямо на телефон, если вот понимаете, что прям вот надо что-то быстро решать. В принципе, конечно, галупом по Европам, да, но скажите, что-то стало понятно? Стало. Тогда я слушаю вопросы, и у нас еще здесь Истебен. Может быть, Истебен, ты что-то добавишь? Нет? Я просто со стороны наших центров, чтобы на самом деле длительно видео... Вот, понятно? Не 10 даже, а 8 минут. Это вот... Среди видео идет от 3 до 8 минут. А можно посмотреть на платформе примеры курсов, например, своей специальности? Не было еще. Мы первые с вами идем по цифре. Вы можете, в принципе, зайти на Едекс и глянуть, да? На Едексе просто посмотрите. А? Обыкновенные бесплатные промо-ролики там какие-то... У нас сейчас... Слушайте, вот, пожалуйста, Истебен ответит. У нас, мы сейчас в процессе подействия партнерства СИДЕСС. Сейчас нет, пока нет, но нам дали доступ к 130 курсов бесплатных для прохождения. Кто хочет смотреть именно уже со стороны слушателя, как будут эти курсы, напишите, пожалуйста, мне. Но я вам могу спросить, а потом вы подойдите ко мне, я вам дам доступ именно, чтобы у вас был доступ к работе с платформой. Но хочу прокомментировать, что там есть не очень хорошие курсы, и на них точно не надо ориентироваться. Там они только, когда начинали, брали любые курсы. А сейчас у них, они нам прислали требования, вот все, что мы вам говорим, это их требования. А раньше, когда не было никого, они просто, даже, ну, частников брали, сейчас нет. Ага. А я правильно понял, что вы теперь курс уже не развиваются. Ну, по занятиям, длительностью 80 минут. 80 минут? Ну вот, обычно у нас занятия 20 минут. Нет, 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 нет. Совсем вы, нет, нет, конечно, вы должны, вы должны сами понять, какое количество часов и что вы будете в видео выносить. Ну, к примеру, вот у вас одна лекция, да, лекция 45 минут. Из этой 45-минутной лекции, сколько вы там, два модуля, ну, или там, две видеолекции по 8 минут, возможно, возьмете. Эстебан. Эстебан, ушел, да? Что остальное? Эстебан, можно сюда? Можно сюда вопросы, которые коллеги задают, и это очень важно, потому что я за видео отвечаю. А ты, пожалуйста, да, вот сейчас. На 8 минут это видео. Сейчас мы зададим этот вопрос коллеги, которые это все знают. Остальные 70. Я отвечаю, наша команда видео. Смотри, вопрос такой. Ну вот хорошо, 10% мы забиваем в видео, да? Вот 80 минут, 8 минут 10% мы забили в видео. А 70 минут чем закрываем? Вот это коллеги спрашивают, преподаватели. То, что не видели, вы говорите. Да. Что, чем, да. Мы сделали расчет в таком виде, что в среднем по нашим курсам в основном 25% относятся именно либо к лекции, либо к семинариям. То есть у нас где-то половина из, то есть 12% это лекции обычно, и еще 12% семинария, а потом уже идет контроль знаний и так далее, и так далее. У нас есть таблица, где мы это все четко... А вы высылали эту таблицу? Мы высылали уже с методическими рекомендациями. Ну то есть у вас это и есть должно быть. Эта таблица Excel называется инструмент для планирования видео. Там есть наши расчеты, это в среднем, но это не касается всем, наверное. Мы, исходя из финансовых ограничений, поставили там лимит 10,8-11%. И исходя из финансовых ограничений, а другие там 13-14% предполагают, что могут быть семинары. Семинары здесь, мы не можем провести семинары именно в видео, это односторонняя передача информации. Нам нужны семинары для того, чтобы есть семинары, нам нужны Teams, например, и так далее. Так что мы ориентировались, что 12-13% здесь трудоемкости, это будут семинары. И остальное, это в основном уже будет именно из-за того, что у нас будет цифровая среда, уже будет самостоятельное занятие. Это будет где-то порядка 50-55% всех теземкостей. Это должно быть самостоятельное занятие уже студента с контентом, уже на платформе, и там решать самостоятельное задание. Не помню, сколько будет, это в таблице, не помню, сколько будет именно в клане тестирования, но там вы можете посмотреть. И сами эту таблицу подстраивать, как вы думаете, необходимость. Поэтому здесь ограничение такое, 10-11% видео, не больше. А вы считаете, у вас есть общее количество часов от него, возьмите количество... 36, допустим, 1 отчетная единица, 36 экономические часы. Берите просто 10-11% из этого, и им это будет длительность видео в экономических часах. Переведите на астрономические часы, это будет общая длительность видео. Да, и делите на части. А контактные часы какие-то предусмотрены? Что такое контактные часы? Ну вот, не знаю. А, семинарные. Вы имеете вебинары всякие? Или в Тимси, или как? Но это не к нам, это уже не видео. Мы считаем здесь контактную работу немного уже по-другому, из-за того, что у нас будут цифровые эти модули, и уже будет отличаться от очных. Поэтому мы считаем здесь контактные, там, где есть лекции и семинары, и тестирование, и другие часы работы с преподавателем, например, обсуждение проектов и так далее. Неконтактные, это самостоятельное занятие студента уже дома. Контактные, тогда здесь мы считаем и включаем видео, это контактные. Это как будто мы сидим в аудитории и смотрим на лекцию. Но мы это делаем из дома, и смотрим видео. И еще часы, например, если будут необходимости использовать Тимс для семинарий и для обсуждений, тогда это уже контактная работа. И тестирование здесь уже тоже. Дело в том, что здесь мы немного будем автоматизировать тестирование. И если раньше в очных занятиях сам преподаватель присутствовал в тестировании и решал вопросы или немного организовал тестирование, здесь будет студент с платформы. И если будут вопросы, уже по другим каналам можно будет уже к своему действию с преподавателем. Но это еще не решено. Мы пытаемся смотреть, как это делать именно с тестированием. Другие часы работы с преподавателем, это будет осуществляться уже через Тимс, через сами инструменты платформы. Там есть и встроенный чат и так далее. Так что ориентируйтесь с таким образом. 55% работа студента самостоятельно дома с контентом, а 10-11 лекций, 12-13-14 семинарий в Тимсе. И остальное тестирование и другие. То есть все контакты дистанционные? Я правильно понимаю? Мы перейдем к цифровому. Да или нет? Не все. Не все, но почти все. Если у нас будет необходим и будет некоторый модуль, некоторая дисциплина, для них будет необходимость присутствовать, не знаю, то есть в связи с медициной или другие обязательные присутствия, то есть в присутствии, то это то и только так. Но это по-разному идет. Некоторые в некоторых сферах магистратурах это требуется, и в других не требуется. Например, у меня предусмотрено там несколько практических занятий. Именно с компьютером, программной среде. Там желательно как бы очное присутствие. Это возможно? Смотрите, это нужно избегать максимально. Если не получается избегать, конечно, уже надо обсудить, чтобы было присутствие. Но если можно как-то дистанционно управлять программами обеспечения, именно чтобы они могли это делать из дома, или чтобы кто-то здесь делал за них, чтобы они получили этот опыт. Даже не если... А в Тимси вы же сможете с захватом экрана им показывать? Тимси я это делал просто. Ну да, да, да. Это не совсем удобно. Я просто спросил, как это будет. Да, 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 да. Так и в Тимси им все-таки возможно. Спасибо, Виктор. Эстепан, скажите, какое максимальное количество видеороликов я могу вставить в одну лекцию длительностью 80 минут? Лекция длительности 80 минут, максимальное количество видеороликов, я буду сказать, минимальное количество видеороликов, 80... Давайте минимальное, но вообще говоря, мне мое время 10-8 процентов позволяет всю лекцию записать в видео. Как я понимаю, это не рекомендуется. Нет, это не рекомендуется. А вот сколько максимум? Я хочу свой максимум выбрать. Ну так вы смотрите, все же очень просто. 8 минут на лекцию 1? Сколько у вас зачетных единиц? 5 зачетных единиц, 180 часов курса. 180 часов, значит, мы с вами пишем. 14 часов 35 минут. Я хочу все видео забрать себе на лекцию, на семинары ничего не отдать. Хорошо, 14.35, вы дальше сами смотрите сколько. Я смотрю 9 недель. У меня получается больше часа, я могу говорить каждую лекцию. Да, только по 8 минут. По 8 минут. По 8 минут я могу на лекцию. Вы должны исчерпать свои 14 и 8 минут. Пожалуйста, просто сами лекции делите. Делите. И чтобы каждый кусочек, например, не заканчивая резко, и начиналось из непонятно чего, чтобы было какое-то введение, мы в прошлый раз смотрели, а вы ее рассказали. Да. Да. Скажите, вы говорите, лекции, семинары. Семинары, вот, у меня есть тоже односторонний формат. В ТИМСе. Лекции показывают, да. То есть, фактически это не ценно-работа. Это тоже демонстрация чего-то или лекция? Ну да, демонстрация экрана, да, да. В принципе, вы можете не только лекции записывать в студию, и тоже часть практических работ, если не требуется в своемодействии. Да. Решайте сами, что вы будете. Да. Решайте. То есть, если мы там запускаем цифровую магистратуру, то есть в расписании появятся часы, да, работы студентам в реальном времени, то есть через ТИМС, допустим, если будет необходимо. То есть, если мы предполагаем, что контакт у студента произойдет через ТИМС, в реальном времени, то есть для этого нужно в подврате время. Расписание какое-то. То есть расписание все-таки предполагается, да? Да. Это методическим вопросам, да, лучше всего это. Это методически, мы говорим, что для таких практических заданий через ТИМС предполагается 14%, может быть, но не больше, да? И если желательно уменьшить. Нет, речь идет о том, что получается, как преподаватель будет знать, значит, он должен быть привязан к какому-то расписанию. Если это ТИМС, он в определенное время. Значит, будет какое-то расписание у преподавателя? Ну, наверное, будет, да? Наверное, методистов. В принципе, мы хотим уменьшить такие работы, чтобы это расписание не усложнить, чтобы не было там, именно когда у нас появятся зрители из разных частей мира, чтобы не были они привязаны к какому-то расписанию. Но, конечно, если нужно ставить, то можно тогда составить расписание. Допустим, в некоторых университетах делают два раза по 90 минут обычно, два раза по 90 минут в определенное время. В других университетах, когда составляются группы, они сами договариваются, какие удобные времена для них. Это как-то можно потом поговорить уже с нами, или там потом обращать это. А если семинары не будут предусмотрены в курсе, тогда, значит, лекции могут занимать 20% отъема, да? Нет, все равно 10 и 8. Семинары тоже входят в эти 10 и 8. И семинары, хотите, все будет только лекции. Хотите, мы сейчас о видео говорим, о видео. Это входит сюда же. Поэтому отдельно 20% нет, не будет. Да-да, мы не превысаем это. Нет, но, как я уже говорила, если кому-то прямо очень нужно, то пишите. А можно вопрос? Спасибо по поводу совмещения Мука и цифровой магистратуры. Значит, сейчас Мука не слышит, но у него другое число. Часов? Да, у него 150, да? 150, да. Да, значит, нам надо будет больше. Ну, для, для, по программе курса. Не знаю. Мои 150 можно записать. Нет, имеется в виду, как я понял, вы хотите взять контент, который пишется на МОК, и частично его сунуть в цифровую. И частично его использовать в цифровую. Вот это я не знаю. Наверное, можно. Теоретически нужно будет записать, потому что здесь уже есть ограничения в министерстве образования, то есть будут тогда меньше части, чем... Он спрашивает коллега, можно ли, вот что она уже записала в цифре, это же сгодится и для МОКа, правильно? Да. Для вашей, не для МОКа, а для вашей дисциплины. Можно ее использовать? Да. Мы его готовы, но он на другой платформе, и как-то, я не знаю, как там его... Вот это нужно будет решать, потому что он сейчас находится уже на другой площадке, пользуется, и как... Вряд ли вы можете его, да. Понятно. Теперь вот этот Паша. Это специально-курсерами, это я очень подоговорился. В том, чтобы его потом в цифровой магистратуре использовали. Вы знаете что, есть Павел, я думаю, что вот эти вопросы лучше задавать... Ну, мы просто все узкоспециальные, вот цифровая магистратура, видео... Он заменить... А Андрюш, пусть это методически... Нам надо садиться и переделывать. У нас времени нет. А что же, вам проще записать? У нас есть, вот у меня есть вот эта бумага, подписанная ректором, где у меня все ваши 27 моков, больше я не могу сделать. Я про то, что если есть, мы готовы. Да. А вы его не пишите? Нет, у нас. Вот тот, который ваш... 150 минут. Который у нас, вот сейчас пишется новое. А где вы ему пишите? У вас. Ну, на, что все, все, ну, но еще пока не пишут. Будут писать. Да. Ну, просто я имею в виду, предполагалось, что мы эти мокки будем с большим в цифровой магистратурой. Но только если мы размещаем их теперь на другую платформу, им дизайнер, со всеми историями. У Паши надо узнать. Ну, как это... Он на степике ставит, и там надо смотреть, что там по договору. Если по договору можно использовать, если мы эксклюзивнее отдаем, то можно. Ну, нормально. Ну, я говорю, что это у Паши. Вот это по искольному видео, да? Ага. Ну, и просто действительно, в мокке у 150 минут. 150 минут. А для курса у нас там 4 кредита, соответственно, там будет больше минут. Мы предполагаем, мы как-то дописываем тогда. Нет, мы ничего не дописываем. Куда мы дописываем? Для цифровой магистратуры? Для цифры, да. А. То есть они, если им Паша говорит, да, можно брать видео, то, которое писали в мокк 150 минут, то они к этим степень есть, дописывают. Я думаю, что вряд ли можно, потому что деньги-то вам платить будут за новый контент. Анжела Викторовна, я помню, у нас у разумного была такая история. Если здесь кто-то... Платиться еще пока Анжела Викторовна вообще ничего не будет. Нет, коллеги, вы будете за... Во всяком случае, не замоки, нет. Замоки нет. А вот... Нет, замоки кафедра будет вам платить. А вот цифра, да, да, цифра, да, правильно я говорю? Нет? Я про деньги еще попал. Не знаю. Ну тогда, да, я тоже беру. Пока, да, пока это все решается. В общем, вы хотите задать вопрос? К вам как можно попасть? Если путем на расписание, когда мы назначаем... Смотрите, как только вы готовы, вы пишете мне, допустим, да, вот лучше всего уже, вы знаете меня, вы пишете, что мы готовы, там, с 13-го числа уже мы готовы начать. Мы смотрим, что у нас по расписанию, даем вам возможные варианты. Вы говорите, да, вот это выбираю. И вот это время уже у нас с вами... На рабочую неделю берем на... Ну, смотря на сколько? На 10 часов, 5 дня. Если там 2 часа, то... Ну, все зависит от того, сколько, да, сколько, да, ну, то есть как вот мы с вами... Нужно выбирать по времени, запись, допустим, я хочу одну лекцию записать, ну, она примерно на 3 части по 8 минут. Нет, это мы... Нет, нет, конечно, давайте мы будем с вами писать в день по 2-3 часа. 2-3, иначе мы просто... не сможем. То есть мог пишется в 1 день группа? Мог, да! Ну, конечно, 150 минут. Мог, да, у нас пишется на день, максимум 2. Если у вас 150 минут, если у вас 300 минут, то 150 минут. До 150, это за 1 день, да. Я забыл, да. Про промо-ролики, что да... Требуется промо-ролики. Да-да, но вы видели вот ролик, который Максим сделал, да, который вот вы предположили. В принципе, неплохой. Вы можете так же, вы можете придумывать что-то другое. Ролик мы пишем в конце, когда вы уже освоились в камере, уже знаете, что вы рассказывали, и у вас уже идеи появятся. Мы вот однажды снимали ролик, когда там этот греческий воин ехал на самокате электрическом и говорил там то, что нужно. То есть, в принципе, если время есть, мы абсолютно открыты, мы экспериментальны, мы сами все телевизионщики, поэтому нам крайне нравятся всякие разные формы. Придумывайте, говорите, если мы это можем исполнить, делаем просто ролик. По хорошему, промо-ролик может быть такой, знаете, вы должны, ну, грубо говоря, продать вашу. Никто не будет, конечно же, продавать, но вы просто, да, представляете товар. Не более, там, не знаю, сорока секунд. Сколько у тебя? Сколько секунд там? Мы, на самом деле, максимально, которые мы видели на платформе, две минуты, максимально. Максимально две минуты. Но это много. Две минуты. Ты о чем? Ну, это много. Лучше 50 секунд. Лучше, там, да, минуты. Не больше минуты. То есть, все вот... Андрей, скажи, пожалуйста, дорогой, если бегущая строка, возможно это сделать или нет? А зачем? Затем, что у меня нулевой этап, вообще нулевой, без луфа. У вас же этот самый МОК, да? МОК. Вот этот 50-150 минут. Бегущая строка, но, наверное, тогда у тебя придется писать. Ну, просто смотрите. Там не бегущие, там должны быть сабы. То есть, мне нужен будет просто... Это мы обсудим. Можно, можно. Можно, можно. Можно сделать. Обсудить. Ну, тогда, да, просто будем писать в старой студии, скорее всего. У нас, на самом деле, я вас прошу сейчас вот еще подумать, и ответить мне. Кто готов писать с суфлером, а кто без... Вот кто с суфлером будет писаться? Ну, не так много. Остальные без суфлера, да? Суфлера это пчел. Суфлера это текст, который у вас бежит, который надо читать. На самом деле, я говорю, вот вышка вся читает без суфлера. Это живее. По 20-ми есть? А? По 20-ми есть? Есть, конечно, есть. Мы сейчас покажем вам все. Ну, если все вопросы... Да, тогда пойдемте, посмотрим прям в прямую. Покажи мне свою студию, в которой... Сейчас пиши со мной. Ну, целый конус, что-то страшно. Все равно сейчас... Спасибо, Эстебен. Спасибо. Спасибо.